С 1 июля в России вырастут тарифы на коммуналку и Кировская область не исключение. Итак, со второго месяца лета средний индекс роста у нас составит 9,8%. Он коснется таких коммунальных услуг, как газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение и обращение с ТКО рассказали в региональной службе по тарифам. В городе Кирове, например, рост стоимости электроэнергии составляет от 9,1% до 9,5%. Например, в зависимости от того, оборудованы дома электроплитами или газовое снабжение есть. По другим коммунальным услугам, по водоснабжению, водоотведению, рост ограничен 9,8%. Последний раз индексация проводилась с 1 декабря 2022 года. Получается, что тарифы не пересматривали полтора года, отметили в региональной службе по тарифам. И добавили, что индекс в Кировской области в 9,8% установлен на среднероссийском уровне. По ряду субъектов страны этот индекс достигает 15%. Тарифы повысят. А что насчет качества услуг? Этим вопросом сейчас занимаются на федеральном уровне. В Госдуму внесен законопроект, пока он касается организаций водоснабжения и водоотведения. Эти компании обязаны будут утверждать программы текущего ремонта не менее чем на 5 лет. И каждый год отчитываться о выполнении этих программ. Люди выиграют из-за того, что наконец начнется модернизация этой инфраструктуры. Качество услуг будет повышаться. Мы все-таки наконец начнем бороться с этими неучтенными потерями. С воровством. Потому что на самом деле, если люди у нас переплачивают, они переплачивают не потому, что у нас тарифы слишком высокие, а потому что мы платим за воду, который течет в наших подвалах. Мы платим за какое-то тепло, которое приходит в дом, уходит из всех щелей. Или наоборот, там форочку открываем, потому что переток. Одна из основных проблем коммунальной сферы – это изношенность сетей. А их в стране порядка миллиарда километров, пишет парламентская газета. Чтобы заменить все изношенные коммуникации, потребуется примерно 20 триллионов рублей.